Доброе утро! Хорошо! Каждый день эти дети пополняли свой словарный запас. Особая благодарность вожатым в словах «добрый день», «пожалуйста» и, конечно, «спасибо» всё меньше акцента. Всего одна смена, а впечатлений у 80 сирийских детей, которых пригласили отдохнуть в Беларусь, очень много. Здесь так здорово, нам очень понравилось. У нас каждый день были интересные игры, вкусная еда. Его отца убили, когда тот защищал родную деревню. И всё прямо на глазах ребёнка. Дети войны, не иначе. В мирной и безопасной Беларуси эти слова звучат чудовищно. Но для ребят с Ближнего Востока, где война не прекращается и 7 лет, это, увы, суровая реальность. Но это лето для них навсегда запомнится другим, мирным. Как вы отдохнули у нас? Кто-то из вас сказал, что не хочет из Беларуси уезжать и мечтает, чтобы пошёл сильный снег и самолёт не взлетел. Нет, нам снег сейчас не нужен. Но ты можешь оставаться у нас, отдыхать вместе со своими друзьями. Обычно в стенах Дворца независимости соблюдается строгий протокол, но сегодня без официоза. Дети главные герои. И здесь уже без фальши. Только искренность. Передайте сирийцам, что белорусы у них самые добрые друзья. Я очень хорошо знаю вашего президента Башара Асада, поэтому если его увидите, ему также от меня привет передайте. Это тебе личное моё поручение. Съездишь, передашь привет президенту Сирии и вернёшься назад. Посланнику белорусско-сирийской дружбы Бакжаду всего 13 лет. Этим летом он покорил весь лагерь зубрёнок ритмичной музыкой и стал победителем творческого фестиваля. И там, и здесь подарки и тёплые слова. Мы вас ждём в любое время. Вместе с вашими друзьями. И вы им передайте, что в Беларуси их всегда с большой любовью будут принимать. Инициатива пригласить детей из Сирии в Беларусь принадлежит президенту. Две недели впечатлений. Экскурсии по замкам, знакомство с Минском, поход в аквапарк, а в лагерях весёлые соревнования и песни у костра. Не обошлось и без внештатной ситуации, которая, к счастью, разрешилась хорошо. У 10-летней девочки врачи обнаружили опухоль. Срочная операция прошла успешно. Малышка единственная, кто пока остаётся в Беларуси. Остальные дети сегодня вернулись домой. Но лишь на время. Уже в следующем году ребят, судьбу которых ворвалась война, вновь ждут в Беларуси. Здесь не нужны никакие благодарности. Мы знаем, что такое война. У нас ещё живы те поколения, которые пережили страшную Вторую мировую Великую Отечественную войну. Помнят, как гибли дети, старики. Госпожа министр, я исхожу из обычной человеческой истины. Если ты откликаешься на чьё-то горе, то, не дай Бог, у тебя это произойдёт. Точно так и тебе помогут. Ну а дети – это святое. Я предлагаю уже сейчас, на будущий год, подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может, это будет сотня, может быть, 500 человек, может, тысяча. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, для оздоровления, а потом, возможно, и для учёбы в Беларуси. Как раз вот с этим мы и хотели обратиться к вам, господин президент. Вы уже воплотили мечты детей в реальность. Они постоянно говорят о том, как хорошо в Беларуси. Я лично обещаю вам составить программу по отдыху, оздоровлению и учёбе наших детей. Всё это ещё больше будет способствовать сближению наших народов. Между двумя странами уже не первый год сохраняются доверительные отношения. Среди 30 межгосударственных соглашений есть место не только экономике и политике, но и гуманитарным проектам. Таким, как этот, который укрепляет веру детей в лучшее, показывает, что есть хорошие люди на земле и что мечты сбываются. Я хотела бы поблагодарить президента за такое отношение к нам, детям. Знаете, я очень надеюсь, что ещё раз приеду в вашу страну, такую дружественную. Сладости и книги в подарок, как символ того, что жизнь продолжается. Война сплотила их, таких юных, но с очень взрослым взглядом. И даже здесь, где им ничего не угрожает, что-то всё равно заставляет их крепко держаться за руки. Анатолий Занкович, Анна Волковец, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик. Наши новости ОНД. Наши новости ОНД.